Присаживайтесь. Слава Господу. Молитвы, пребывание в Слове. И вы помните, что есть три направления духовной жизни. Это, вернее, не духовная жизнь, а нашего учречества. Это наша духовная жизнь, молитва и Слово Божие. Это наш характер и это служение другим людям. Три направления. Духовная жизнь, характер и служение другим людям. И мы рассматривали сами духовную жизнь. Мы говорили, насколько важно иметь отделенное время с Богом. Насколько важно служить людям к тому, чтобы они начали отделять время для Бога ежедневно. Чтобы поставить цель перед собой, чтобы час молиться, лучше пребывать в Слове. Мы говорили, что мы не сразу людям говорим, что нужно обойти, потому что для людей тяжело. Но мы им помогаем к этому прийти. Тем, кто хочет к этому прийти. Тем, кто жаждет Бога, хочет глубже. Мы помогаем к этому прийти, встречаясь, задавая вопросы им. И также помогаем им сделать это время качественным. То есть не просто провести час молитвы, но чтобы это время повлияло на них. Чтобы у них было реальное соприкосновение с Богом. И я хочу дальше, чтобы мы шли в этом. Тоже мы будем касаться именно ученичества и вот этих трех направлений. Как служить людям, как их вводить в это. Вы помните, да, что ученичество, цель ученичества, это на практике начать жить христианской жизнью. Или следовать за Христом практично. Проявить Христа в своей жизни. Иметь духовную жизнь, как у Христа. Проявлять характер, такой, какой был у Христа. И служить людям так, как Христос им служил. Аминь. Хорошо, я хочу сейчас начать с Евангелия от Луки. Десятая глава, второй стих. И сказал им, жатвы много, а делатели мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал на делателей своих. На жатву свою. Молите, Господи, на жатву, чтобы выслал делателей на жатву свою. Кто из вас знаком с концепцией жатвы? Вообще, библейская концепция жатвы. Вы понимаете, о чем идет речь. Помышите мне рукой. Вы понимаете. Потому что, ну, здесь же служители. То есть, это не библейская школа. Я верю, что вы контекст понимаете. Я не буду слишком углубляться в этот контекст. Итак, здесь речь идет о жатве. И на прошлой неделе у нас были служители. Я верю, что они принесли хорошее пророческое влияние. Это пророчество, оно как бы делает наш взгляд более ясным. Мы яснее видим или концентрирует нас на Божьих вещах. И когда мы общались с Шерон и Джеком, одна из вещей, которые она мне говорила, она говорит, я этим летом задала Богу вопрос. Я прочитал это в местописании. Молите господина жатву, чтобы он быстро делал делателей на жатву свою. И я задала ему вопрос. Господь, кто ты, как господин жатв? Вы знаете, когда она мне это сказала, я увидел, что я никогда не спрашивал Бога о том, кто он такой, как господин жатв. Что я никогда сам себя не спрашивал, а кто это, господин жатв? Какой Бог? Потому что есть разные грани Бога. Например, есть разные имена Бога. И каждое имя Бога открывает одну из граней его характера, либо его естества. И вот одна из грани его естества и того, что он делает, открывается через то, что он является господином жатвы. И я думаю, что Бог хочет нас ввести в эту тему. Потому что у него есть жатва. У Бога есть жатва. И жатва это еще не собрано. Я даже думаю, что то, что было, происходило в течение истории человеческой, там были определенные моменты жатвы, когда определенное количество человеческих душ приходило ко Христу. Но я верю так, что то, что Бог хочет делать перед пришествием Криса, это беспрецедентное. Жатва, которую до этого цикликов никогда не видела. Мы читаем об этом в книге Откровения, что Иоанн увидел великое мудроство людей. Из всякого колена, из каждого языка, которых никто не мог сосчитать. Они стояли перед Богом в белых одеждах, то есть оправданные. И они пришли от великой скорби. То есть это нам дает намек на последнее время, время перед пришествием Криса. Поэтому вот эта последняя жатва, которая должна быть собрана, она еще не собрана. И я думаю, что мы стоим сейчас в преддверии. В преддверии этой жатвы. На этой неделе мы три дня со служительными провели в посте и искали Бога. И одна из вещей, как бы то, что я увидел, касательно нашей конкретно церкви, я увидел, что Бог начинает нас вводить в жатву. И эта жатва совершенно не такая, как я себе раньше представлял вообще. И она совершенно не так собирается, как я раньше себе представлял. Но я вижу, что Бог, мы как бы уже вошли в эту сферу. Мы уже переступили порог. Мы еще не окунулись в саму жатву, но порог определенный переступили. Произошла такая духовная смена времени в церкви. Это очень важно понимать. Времена и сроки. Иисус учил нас, чтобы мы учились понимать времена и сроки. Духовный человек, он знает времена и сроки. И вот очень важно понимать или замечать, когда духовное время в церкви изменилось. Друзья, духовное время в церкви сейчас изменилось. И когда меняется духовное время, меняются правила игры. Это значит, что то, что вчера работало, перестает сегодня работать, потому что время изменилось. И то, как мы знали Бога раньше, теперь это тоже не будет работать, потому что духовное время изменилось. И Бог нас сейчас ввел в тот период, когда нам нужно учиться познавать Бога, как господина жатвы. И когда нам нужно учиться понимать, что такое его жатва, какие правила сейчас действуют в этой сфере, вообще как жить на жатве. Когда я рос, у меня было много общения с моей бабушкой, она мне много рассказывала о своей жизни и так далее. И она мне рассказывала о времени жатве. Она была неграмотная, я ее когда спрашивал, а когда мы разговаривали с ней, я говорил, Микола, это мой отец, Николай, Микола в жнива наруты все. Она не знала точно даты. Микола жива наруты все. То есть во время жатвы он родился. И вот это время жатвы, это было такое время, когда полностью устрой жизни менялся. Полностью менялся устрой жизни. Они полностью, то есть жатва подчинялась своему расписанию полностью жизни этих людей. И там большинство того, что они делали по дому, там хозяйство и так далее, это ложилось на плечи детей. Они вставали рано, еще солнышко там не встало. Они выходили, уходили в поле, приходили после того, как солнце зашло, либо даже оставались ночевать на поле. То есть все было сказано жатвой. Так вот, друзья, если время изменилось, то изменились правила игры. Нам надо узнать, как нам жить во время жатвы. Как Бог действует во время жатвы. Если мы это не узнаем, мы будем пропускать действия Бога. У нас придет такое состояние, вроде бы, где-то Бога нет. Что-то мы Бога не видим, что-то Бог не действует в нашей жизни. Почему? Мы Его пропустили. Иисус укорял Иерусалим, что вы пропустили время на Его пришествии. Вы не узнали духовное время. Из этого вы пропустили самое главное, Божье благословение, которое должно было быть. Поэтому для нас очень важно понимать, что время изменилось. Когда мы говорим о жатве, очень важно понимать, что жатву дает Господин жатвы. Она ему принадлежит. Не ты ее находишь где-то, не ты прям к ней истребишься. Это Господин жатвы. Он дает тебе жатву. Или Он допускает тебя к этой жатве, можно так сказать. Он хозяин поля. И Он выставляет туда жнецов. Как Господин. И Библия говорит, что Он хочет нам ее дать. И Он даже призывает нас молиться о делателях, чтобы она была собрана. И после того, как Он призвал своих учеников молиться о делателях, Он же им и поручил собирать эту жатву. Поэтому мы с вами эти делатели. Но почему нам нужно еще продолжать молиться о делателях? Очевидно, потому что мы еще не совсем готовы. Мы понимаем, что мы сами делатели. Но Иисус говорит, вы молите Господина жатвы, чтобы Он вас выслал. А что, не высылает? Потому что нужно приготовиться. Нужно, чтобы Бог нас приготовил. Нужно, чтобы вы понимали, как собирать этот урожай, или как собирать эту жатву. Поэтому мы молимся. Сегодняшние наши молитвы должны выглядеть подобным образом. Боже, приготовь нас и вышли нас на свою жатву. Приготовь нас и вышли нас на свою жатву. Для того, чтобы войти в жатву, есть предпосылки. Для того, чтобы войти в жатву, есть предпосылки. Я хочу говорить о книге Руф. Кто читал книгу Руф? То есть, опять же, чтобы я не зачитывал всю книгу Руф, там 4 главы. В принципе, немного, но все равно это за мудрение. Краткое содержание предыдущих серий. Начинаем. Наимиль со своим мужем и двумя сыновьями уходят из Вифлеема иудейского на моаминские поля, потому что вы иудей и голод. Уходят, чтобы пожить там и найти там хлеб. Когда они туда уходят, умирает муж на имени, умирают оба сына, у нее остаются две невестки. Она решает возвратиться назад. Одна невестка Орфа остается в Моаме, другая невестка Руф говорит, я буду верна тебе. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошла. Я буду, я тебя не оставлю, я буду тебе служить. Они взаим возвращаются в Вифлеем. Руф идет на поле подбирать колоски зажгнущими. Там знакомится с Ваозом, хозяином этого поля. Наимиль говорит Руфе, как ей себя вести. Руф слушается Наимиль. Как следствие, Ваоз предлагает ей выйти за нее замуж. Она выходит замуж, из нищей превращается в богатую. Становится хозяйкой всего этого поля, где вначале она собирала колоски. И рождает потом сына, который становится там прапрадедушкой Давида и так далее. И входит в родословную Иисусу Христа. Вот содержание книги примерно. Теперь, вся книга Руф, весь сюжет построен вокруг жатвы. То есть все основные действия, главное, если вы читаете, они происходят именно на жатве. На поле, на гумне, когда выколачивали пшеницу, когда били пшеницу, когда жали пшеницу и так далее. То есть все происходит во время жатвы. Друзья, книга Руф – это пророческая книга, которая говорит о церкви на жатве. Руф является прообразом церкви, которая собирает жатву. И поле это является прообразом той жатвы, которую церковь должна будет собрать. Поэтому здесь для нас есть уроки. Мы можем научиться из книги Руф, что нам делать и как нам жить во времена жатвы. И что Бог от нас ожидает. Что позволило Руфе собрать жатву? Я сейчас три момента скажу, потом мы разберем. Три момента. Что позволило Руфе собрать жатву? То есть она завладела всем полем. И вся жатва стала принадлежать ей, как жене, пооза. Из-за чего это произошло? Первое. Основополагающее, судьбоножное событие в ее жизни – это ее возвращение в Руфлеен с Найминью. Первое. Она возвратилась в Руфлеен. Это первое, что произошло. Если бы она этого не сделала, она никогда бы не стала хозяйкой этого поля. И жатва не принадлежала бы ей. Второе. Что произошло? Она приобрела эту жатву. У нее завязались взаимоотношения с воозом благодаря ее характеру. Определенным чертам ее характера. И мы поговорим об этом чуть позже. И третье. Она смогла приобрести жатву благодаря ее посвящению этой жатве. Она была посвящена, она была очень трудолюбива. Вооз это заметил. И потом развивались дальнейшие события. Поговорим немножко. Руф, первая глава, 22 стих. Руф, 1, 22. «И возвратилась Нейминь, Найминь, и с нею снаха ее Руфь, Моавитянка, пришествия с Пари Моавитских, и пришли они в Вифлеем, в начале жатвы Яшменя». Здесь очень важно. Помните, друзья, что Библия – пророческая книга. Вернейшее пророческое слово. Здесь есть пророческие слова. «Они возвратились в Вифлеем в начале жатвы Яшменя». В Вифлеем переводится «дом хлеба». Почему так был назван? Что это значит, что это «дом хлеба»? Потому что именно в том месте в Вифлееме должен был родиться хлеб жизни. Иисус. Хлеб жизни должен был родиться в Вифлееме, поэтому этот город имел это название. Это «дом хлеба». И когда Руф с Нейминь не вернулись в «дом хлеба», это было очень символичное пророческое действие. Нейминь была верующей в Бога до этого, но она жила на полях Моавитских. Она искала утешения для своей жизни и устройства своей жизни где-то вдали от «дома хлеба», хотя продолжала верить в Бога. Она разочаровалась, и она решает вернуться в Вифлеем. Вот это возвращение в Вифлеем обозначает возвращение к Богу как к хлебу в своей жизни. Я возвращаюсь в то место, где я буду искать Бога как мою жизнь, где я начну насыщаться самим Богом, где я начну насыщать свою душу Богом, где я начну получать утешение от Бога. Это то, о чем мы говорили в двух предыдущих наших служительских. Когда мы говорили, как важно устроить нашу духовную жизнь, как важно научить людей искать Бога и искать так, чтобы они Его находили и насыщались самим Богом. Чтобы их душа могла насыщаться самим Богом. Потому что люди могут верить в Бога, но они могут быть похожи на иным. Они могут идти на Маолитские поля и думать, там я устрою свою жизнь, там я найду утешение для себя, там я насыщу свою жизнь. Я верю в Бога, и что Бог будет со мной. Но они теряют там все. Одно из очарований приходит. Нам нужно учиться самим и людям, и людей научить вернуться в Бифлеем, вернуться к хлебу жизни, сделать Господа источником, который питает душу. Он источник моей радости, он источник моего счастья, он защита моей жизни, он утешение моей души, он все, в чем я нуждаюсь. Если у меня есть отношение с ним, я могу получать от него абсолютно все. Моя душа может получать от него. Все остальное в моей жизни лишь приложение. Это то, что приложится потом. Если мы начнем так жить, послушайте, мы станем людьми не от мира всего, абсолютно независящими от этого мира. Мы уподобимся Христу, который зависел от своего Небесного Отца. Во всем. Точно так же будет происходить и с нами. И так они вернулись в место, где есть хлеб жизни, чтобы насыщаться им. И вот, друзья, это первая сфера нашего ученичества, когда мы учим. И смотрите, мы прочитали, что и пришли они в Бифлеем в начале жатвы ячменян. Возвращение в Бифлеем совпадает по времени с началом жатвы. То есть, смотрите, жатва начинается не на поле. Жатва начинается тогда, когда человек возвращается в дом хлеба. Ну, поймите, я сейчас не говорю о нас, как о церкви. Жатва начинается тогда, когда люди возвращаются к Христу, как своему источнику, и начинают им жить по-настоящему. Когда Иисус становится их драгоценностью, их утешением, их радостью жизни. Когда ради этой живучины они готовы другие раздать. И это реальность их жизни. У них есть радость, у них глаза светятся, у них смысл жизни. И он во Христе. Когда вот это происходит, это совпадает с началом жатвы. Это и есть начало жатвы. Без возвращения в Бифлеем не может быть никакой жатвы вообще. Жатва начинается в Бифлееме, друзья. Давайте пойдем дальше. Итак, первое направление ученичества – это духовная жизнь, когда мы возвращаемся к Богу, к Иисусу, как к хлебу нашей жизни. Второе. В ученичестве мы говорим с людьми о характере. И когда я сказал, что позволило Руфе собрать жатву, вторым пунктом был характер Руфи. Именно характер Руфи позволил ей войти в сферу жатвы и завладеть потом всей жатвой. Характер Руфи указывает нам, но вот эта роль характера указывает нам на необходимость преображения нашего характера в образ Христа. Наш характер должен быть изменен. Бог принимает нас такие, как мы есть, но Он не оставляет нас такими, как мы есть. Многие люди заблуждаются, они говорят, ну Бог же принимает меня такой, как ты есть. Он тебя принял вначале такой, как ты есть, но потом Бог работает с тобой, и Его воля твои изменения, преображение в образ Христа. Поэтому мы слушаем людям, и мы ведем их к изменению их характера. Это второе направление мученичества. И мы задаем вопрос, главный вопрос в этом втором направлении, характер. Мы спрашиваем людей, как ты думаешь, над какой чертой характера Дух Святой сейчас работает в твоей жизни. Молись об этом. Спрашив Бога. Размышляй об этом. Замечай, что Бог тебе говорит, или на что обращает твое внимание. И потом начни с Богом на эту тему говорить. Начни с Богом говорить об этой сфере твоего характера. Пусть Он меняет тебя здесь. Цель этого второго направления ученичества научиться проявлять характер Христа в повседневной жизни. У себя в семье, всегда на работе, в маршрутке, в церкви с братьями и сестрами и так далее. Старь в своем характере, как Христос, реагировать, как реагировал Христос. Проявить Христа. Новый Завет рисует нам характер Христа. Мы берем это, и мы изучаем это с нашими учениками. У нас есть вот такие вот брошюрки. Встречи учеников. Да? Есть. И там у нас есть, ну, описание вот этого второго направления, где там описывается, вот характер, какие черты характера Христа и так далее. Братья и сестры, читайте. Сделайте это прикладным. Знаете, что я делал и продолжаю делать? Когда я молюсь, я проговариваю черты характера Христа. Я их проговариваю. Я над ними размышляю. Я молюсь, чтобы они отображались в моей жизни. Я фокусируюсь на образе Христа, который мне рисует вот эти черты Его характера. Я молюсь, чтобы этот образ отображался во мне. Делайте это сами. Научите своих учеников. Пусть они читают вот эти вот брошюрочки. Пусть они сосредотачиваются на этих чертах характера. Сами их подводить. Я говорю, ты читал? Как думаешь? Вот ты прочитал там разные части характера. Над чем Бог работает? О какой части характера тебе сейчас нужно молиться? О какой размышлять? Делайте это очень практично. Чтобы не просто «Аллилуйя» и все вместе, слава Богу, преобразимся в образ Христа, пошли дальше. Дух Святой очень конкретный. Сегодня в жизни кого-то он хочет работать над терпением. В жизни другого человека над раздражительностью. В жизни третьего человека над добротой его. В жизни четвертого над верой, потому что он не реагирует в вере и так далее. Я верю, что есть Дух Святой, который действует в Церкви. Если мы будем помогать людям сосредотачиваться на том, что Дух Святой делает в их жизни, они начнут его слышать. Дух Святой начнет с ним говорить, он начнет с ними работать. Друзья, тело Христа не оживет до тех пор, пока мы не позволим Духу Святому начать действовать в жизни каждого человека, пока мы не столкнем каждого человека с Духом Святым. Это важно. И мы не можем заменить сами Дух Святой. Это невозможно. Хорошо. В Послании Галатам, 5 глава, 22-23. Галатам 5, 22-23. Здесь как бы собраны воедино все черты характера Христа. Они здесь собраны под именем плодов Духа. Девять плодов Духа. Хорошо об этом размышлять. Хорошо думать об этих плодах Святого Духа. И молиться. Основные черты характера Руфи. Когда мы читаем книгу Руфи, есть основные черты характера Руфи. Это смирение, это верность и это послушание. Именно эти три черты характера позволили ей войти на поле и потом приобрести всю жертву. Первая верность. Она сказала Наимине, я пойду и твой Бог будет моим Богом. Знаете, Руф была верна Божьему плану. Наиминь открыла ей Божий план. Наиминь увидела свою ошибку, что она вышла из Божьего плана. И она решила эту ошибку исправить, вернувшись в Ефреем. И она рассказала об этом Руфе. И Руф увидела в этом Божьем плане. И она сказала, нет. Что бы мне ни говорил разум. Какие бы перспективы ни рисовали здесь. Я буду придерживаться Божьего плана. Вот верность заключается в том, чтобы придерживаться Божьего плана для твоей жизни. Или Божьей воли. То есть это верность Богу, верность Его воли, верность Его поручению для нас. Не своим интересам верность, а Божьим интересам верность. Это первое, почему Руф смогла войти на поле. Верность Божьим интересам, а не своим. Братья и сестры, будьте верны Божьим интересам, а не своим. Задавайтесь вопросом, а что хочет Бог, а не я? Это важный вопрос. Вторая черта. Мы говорили смирение. В чем проявлялось смирение? Смирение проявлялось, мы видим ее, когда она только заходит на поле. Она ходит позади жнецов. Есть жнецы на первом плане. Они жнут эту жарку, они собираются на пыль. То есть они выполняют всю основную работу. И если бы кто-то подошел к этому полю, то он, наверное, бы и не заметил рук, потому что все основные действующие лица это те, кто впереди жнут. Она была на заднем плане. И ее смирение заключалось в том, что она готова была на второстепенной роли. Она готова была находиться на заднем плане. Она готова была делать незначительную работу. Для нее привилегией было просто находиться на этом поле. И в этом заключалось ее смирение, друзья. Для того, чтобы войти на поле, нам нужно быть как бы захваченными не тем, насколько великими мы можем стать, а мы должны быть захвачены тем, что Бог дал нам привилегию быть соучастниками в Его деле. Соединиться с Ним в Его работе. И еще одна черта, мы сказали, послушание. Послушание. Это интересно, но даже в книге Руф есть наставничество. Если вы будете внимательно читать, вы увидите, что отношения Наимине с Руфью это были как отношения наставника и ученика. Наиминь постоянно наставляла Руф. И Руф выполнял на инструкции Наимине. И это привело ее к успеху. Знаете, когда мы смотрим на Наиминь, мы видим, во-первых, она была иудейкой, и она знала закон Божий. Поэтому она могла научить Руф. Но кроме этого, у Наимине был опыт жизни с Богом. Она вышла, когда из мавильских полей, и она говорит, Бог сделал вот это, Бог сделал вот это, Бог сделал вот это. У нее был как положительный опыт жизни с Богом, когда она вышла из Витриема, с изобилием всего. Так и отрицательный опыт жизни с Богом, когда она, уклонившись от воли Божьих, потеряла все и вернулась в Витрием с пустыми руками. И у нее, что еще очень важно было у Наимине, у нее было материнское сердце по отношению к Руфе. Потому что Наимин желала лучшего для Руфи. Она даже ей говорила, вернись в свою землю, ну, выйти замуж, то есть мы видим, сердце проявляется. Каждый из нас является и учеником, и наставником. Как ученики у нас должен быть наставник. Но как наставники мы должны понимать, что у нас должен быть определенный багаж. Это знание Божьего Слова, как у Наимина. Это опыт жизни с Богом, или познание на практике Бога. И это материнское или отцовское сердце по отношению к тем людям, кого мы наставляем. Заслугой Руфи было в том, что она была послушна, послушлива. Наимин ей говорит, сделай то и то. Она говорит, а что это я должна тебя слушать? А что я должна делать так, как ты мне говоришь? Когда она была послушна, она получила благословение. Именно Наимин ей ее наставило, как ей завязать взаимоотношения с Ваозом. Послушание всегда благословляется, Паня Божья. Итак, мы видим, что вот эти три черты характера Руфи, ее верность, ее свирение, ее послушание, привели ее к тому, что она вошла в сферу жадкой. Что привлекло внимание Ваоза к Руфи? Именно качество ее характера. Вот почему для нас так важно вести людей к изменению характера. Потому что то, что привлечет внимание Господа к жизни человека, это когда он изменяется в своем характере. Вы знаете, что Богу нравится плодоносное? Он подходит к смоковнице, и Он ищет плода. Он подходит к жизни человека, и Он ищет плода. И один из плодов, это плод нашего характера. Какой плод приносит твой характер? Есть ли там плоды в том характере, которым бы Господь мог бы носиться? И также, друзья, это важно для всей церкви, потому что Руф, она является символом всей церкви. И церковь вся должна повзрослеть и стать зрелой. Каким образом мы становимся зрелыми? Когда мы изменяемся в характере. Когда мы перестали по плоди реагировать. Когда у нас есть плоды характера. И вот вся церковь, понимаете, жад может собрать только вся церковь вместе. Вся церковь вместе собирает жад. Для этого нужно, чтобы вся церковь меняла в своем характере. Поэтому так важны вот эти встречи учеников. Когда мы помогаем людям, мы их подталкиваем к тому, чтобы они обратили внимание на свой характер. Чтобы они обратили внимание, что Бог хочет что-то делать с их характером. Знаете, я вижу, как иногда верующие люди, они 10 лет Господи, 20 лет Господи, и они ничего не делают со своим характером. И они думают, что это нормально. Это ненормально. Они тамят Господа голодом в своей жизни. Нечего найти ему на этой смоковнице. Божья воля изменения нашего характера. Вовоз позволил Руфе собирать жадку именно благодаря характеру. Руф 2 глава, 11 стих. Руф 2.11. Вовоз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила от твоего отца, твою мать и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера третьего дня». Знаете, Вовоз говорит ей, «Я хочу, чтобы ты ходила по этому полю, я хочу, чтобы ты тут собирала, не переходи на другую полю, я хочу, чтобы ты тут собирала эти колоски». И она как бы спрашивает, «Почему я преодолела милость?» И Вовоз говорит, «Потому что мне рассказали о твоем характере. Потому что мне рассказали, как ты поступила в отношении своей свекрови. Потому что мне рассказали, что ты стала ей служить. Мне сказали, что ты была дверна. Мне сказали, что ты начала ее поддерживать тогда, когда никто ее больше не поддерживал». Именно это привлекло внимание Вовоза Круффи. Друзья, Господа привлекает в церкви красота ее характера. Красота характера церкви привлекает Господа. Если мы хотим больше Бога в своей жизни, в церкви, в своих служениях, Господь привлекается, когда мы в послушании ему меняемся в нашем характере. Бог хочет делать эту работу, друзья. Псалом 44, 14 стих. Псалом 44, 14 стих. Написано, «Вся слава чьей ли царя внутри. Одежда ее шита золотом». Чьей царя – это также про образ дочь царя. Это образ церкви. В этом псалме описываются взаимоотношения Христа и церкви. Вот дочь царя, у нее есть одежда, шитая золотом. Блистающая одежда. Знаете, дары различные там. Внешне, так красивая. Но Писание говорит, но вся слава не в этом. Слава не в твоих дарах. Слава не в том, как ты сильно можешь впечатлять людей. Как красиво умеешь проповедовать, или исцеляешь больных людей, или насколько ты можешь хорошо делать то или другое. Вся слава для Бога. Вся слава внутри тебя. В твоем характере. В том, чтобы ты стал внутри похожим на Христа. Чтобы ты относился к людям, как Христос. Чтобы ты смотрел, как Христос. Чтобы ты реагировал, как Христос. На все, что вокруг тебя происходит. В этом слава, и именно это ценит Господь. Волос, друзья, княги рук, прообраз Господина Жатка. Он прообраз Господина Жатка. Потому что поле ему принадлежало. Он прообраз Бога, как Господина Жатка. Мы делаем вывод. Господь допустит нас на свою Жатку, когда церковь начнет являть характер Христа, преобразившись в его образ. Кроткий, смиренный, добрый, любящий, послушный и так далее. Верный. Именно тогда, когда церковь. Я сказал, мы переступили этот порог. Но чтобы войти в полноту Жатки. Бог хочет работать с нашей внутренностью. Бог хочет работать с внутренностью церкви. Бог хочет работать с нашим характером. Он хочет обрезать плотские вещи. Он не согласен с тем, что ты говоришь ему, а я всю жизнь такой. Или я всю жизнь такая. Он не согласен. Он говорит, а сын мой другой. И я хочу в тебе отобразить моего сына, Иисуса Христа. И тогда, по мере того, как это начнет в нас происходить, именно по этой мере мы и будем входить в Жатку. И Бог хочет нас туда ввести. Поэтому, друзья, другой сезон начался. Смотрите, что Бог будет делать внутри вас. Что Он будет вам говорить в молитвенных комнатах о вашем характере. Какие ситуации и обстоятельства Он будет допускать в вашу жизнь, чтобы повлиять на ваш характер. И подчиняйтесь Богу. Смиряйтесь против Бога. Будьте послушны изменениям. Позвольте Богу через то, что Он лично вам говорит, через наставника вам говорит, через проповедь, через Библию, через обстоятельства жизни позвольте Ему что-то делать с вашим характером в вашей жизни. Аминь. Давайте помолимся.